Музыка Всем доброго дня! Марина Измин была с вами. Сегодня 21 февраля, суббота. Сегодня будет очень интересное у меня видео. Сегодня у меня в гостях моя самая любимая подруга, самая любимая моя австралийская подруга, которую зовут Марина и с которой я вас хочу познакомить. Ну и у нас сегодня, конечно, шампанское. Мы ставим бокалы для шампанское. Шампанское там позади. Сейчас я принесу и покажу шампанское. И будем пить шампанское, наслаждаться компанией и готовить вкусную еду. Хорошо? Вот закусите. Я хочу показать вам вот такую копченую рыбку. Мы купили. Мне есть сколько? Полкило, Марина, не помнишь? Больше. На обратной стороне. Килограмм. Килограмм. Килограмм даже. Да. Ну вот я не знаю, сколько мы ее съедим. Марина тоже меня спрашивает. Вы съедите. Я говорю, мы попытаемся. Не съедим, так понапусываем. На двоих очень много. Много. С гостями все нормально. Ну это не нам сейчас, Мариночка, на двоих есть. А, конечно, мы будем с собой сегодня на Аликпланты. Начинаете возьму. Называется. Марино, что делать? Авокадо на стол? Да, шампанское. Все накрыто. Я хочу так вот фокус с камерой. И хочу показать авокадо, потому что, может быть, многие не знают. Я успела разрезать, я потом подумала, как всегда поторопилась. Короче, вот если кто не знает, как мы чистим авокадо. Свет немножко. Плохо видно? Разрезаем авокадо пополам. Поворачиваем и открываем. Значит, эту сторону я порезала ножом просто на полосочки. Тихо, Мариночка, тихо. Все хорошо. Полосочки порезала. И я сейчас вот так ложечкой его вынул на тарелочку. Такое авокадо хорошее. Сейчас мы его как раз с копченой рыбкой. Оно очень-очень вкусно. Ну вот, красиво. Да, вообще, вот это делается так. Я вторую не буду резать, потому что, я думаю, мы не съедим. Нет, мы не съедим. Немножечко еще осталось. И хорошо, конечно, это выжить на лимончик. Немножечко на лимончик. Так, сейчас порежу. Резала, видимо, вот так лимончик. Потому что и рыбка с лимоном хорошо, и авокадо с лимоном очень хорошо. Это брынза, но она мне очень нравится. Она хорошо в салат, я заправляю вместо соли. Брынза или фета? Ну, фета. Фета. Ну, я назвала брынза вообще на фета. Конечно. Чёрный перец. Чёрный перец. Вот, с торчей. Брынза фета. Рыбку. Мариш, ну что? Шампанское у нас 18 карат. 18 карат. Давай покажи. 18 карат шампанское. Так, открываем. Марина сказала, Новый год китайский. Китайский Новый год наступил. Китайцы начали праздновать. Они празднуют две недели. В Мельбурне довольно-таки много китайцев живут. Но многие из них уехали праздновать именно в Китай. Но тут также и в Китай городе, в центре, всё это празднуется. Поэтому мы от Китая... Ух, год был. Семь хорошего года. Видите, мы не виделись давно. Новый год. Говорю, Мариш, мы с тобой русский Новый год. И Рождество не виделись. Да, мы уезжали. Да, мы в отпуска. В Рождественские каникулы, конечно, все разъезжаются. Поэтому и они уезжали. И нас не было. И вот так. Поэтому у нас сегодня поводов много. Выпить шампанского. Поболтать. Золотое шампанское. Вот так. Мы с тобой. Ты снимаешь? Да. А как же, что снимаем? Шампанское. Голубой, голубой козы, золотой шампанское. Хочу вам показать пиджак для шампанского. Сейчас вот этот пиджак сниму с этой бутылки. Мы оденем на нашу золотую бутылку шампанского. Это шампанское в другой раз. Короче, вот такой пиджак интересный, на молнии. Делаем нашу золотую бутылку охлажденную шампанского. Сейчас вставим в пиджак. Чтобы не нагревалось. Застегнем, потому что у нас сегодня жара, 40 градусов на улице. 33 сегодня. Ну, чуть-чуть вот, приурала. Ну, вот у нас пиджак в пиджаке. На молнии. Ну, так. Продолжаем пить шампанское. Вкусное. И продолжаем болтать. Ну, кроме бутамни, у нас сегодня рецепт, который очень вкусный рецепт. Рецепт для вегетарианцев и для тех, кто любит баклажаны. Или синенькие, как их тоже называют. Вот эти все ингредиенты я буду смешивать. Выберем эту пропорцию, чтобы сделать соус к баклажанам. Ой-ка. Ой. Сама я вообще-то из Эстонии. А в Австралии всего 4 года. С половиной. Вот, в песне у меня живет сын, внучок такой золотый, Матвейка, Юленька. Мама живет еще в Эстонии. В общем, все далеко. Иногда скучаю. Вот рада, что встретила Мариношку. Онлайн. Онлайн. Да, теперь мы с ней дружим. И вот выпиваем иногда шампанское. Очень редко. Очень редко, ребята, но... Да, живем далековато друг от друга. Хотя в Мельбурне, но он очень... По территории большой горы, в основном дома. Дома. Понятно, мы сказали. Образ жизни дома. Потому что не высотки, как в России, и большое количество людей сконцентрировано в одном месте. А так как город спред, как сказать по-русски, разбросан. Разбросан. Так как люди живут в домах. В основном в частных домах. Частные дома. Или в тайге высокие такие апартаменты. Ну, да, юниты или дома. В общем... Один-два этажа. В центре есть небоскребы, но это только в центре. Да. Где живут в основном студенты многоэтажков. В территории большой, доберется далековато. Далековато. Ну, бездельно. Потому что Мариночка занятая у меня девочка. Работает. Потому что мы заняты, потому что все работают, жизнь идет. И Мариночке есть... Я вот хочу сказать... Сказала, говорю, Марина, скажи привет внучку. У нее такой славненький малыш, который... Матвейка. ...научился говорить букву Р. Теперь он говорит букву Р так четко, что как Р-Р-Р-Ро-Р-Р-Рось. И называет меня не бабушка, а Марина. Поможите его ручки. Матвейка. Бабушка скоро к тебе прилетит. Да. На специальном самолетике Матвейчик ей билетик купила. Сказала. Бабушка. Сказала у меня монетка. Бабушка, прилетай. Я тебе билетик куплю. со скидкой 10 процентов вот какая при 10 процентов так что ждите мариночка скоро к вам прилетит совсем скоро совсем скоро еще осталось немножко февраль время летит быстро а чё февраль сегодня уже почти конец февраля конец февраля шесть месяцев вот мы не виделись говорю перед крисмосом потому что уезжали марина уезжали поездку в сидней мы уезжали в круиз но вот теперь встретились сейчас будем готовить баклажаны а вечером пойдем на жареного поросе на поросенка наберут вертелье поросенка на вертелье будем знакомиться с новыми русскими друзьями да вот тоже будет очень интересно посмотрим надеемся дружба продолжится посмотрим как у нас куда это выльется нас будут новые друзья сегодня пока